Добро пожаловать на программу «Секреты счастливой семьи». Тема семинара «Закон нейтральной территории». Если говорить о нашем духовном браке, брак Иисуса Христа и Церкви, как вы понимаете такой момент? Христос живет во мне, и я живу во Христе. Реакция соединения. Кто во Христе, тот новая тварь. Я не Христос, и я не вчерашний Алексей. Потому что не я живу, а живет во мне Христос. Это новый продукт, это новое существо. Я новое творение. Когда мы приходим к Богу, мерзкие твари, грешники, колдуны, ведьмы, гомосексуалисты, лезбины, ну просто отвратительные вот такие вот исходные продукты. Но когда мы объединяемся с Богом, со Христом, сочитываемся с Ним вместе, проходим через это горнило, почему написано, что огненного испытания, огненного искушения, потому что температура, давление. Проходим через эти все огненные печи и выходим, не я живу, живет во мне Христос. А если идти дальше, ну возьмите H2O. Два атома водорода соединяются с одним атомом кислорода. Два газа. Что будет, если этот газ соединить вот с этим газом? Ну будет какой-то новый газ. А вот тут кива, Мария Ивановна, не газ будет, вода будет. Почему я об этом говорю? Нам кажется, вот если мы поженимся вот с ней, у нас будет вот так, ты даже сам не знаешь, что будет. Ты сам не знаешь, что в результате будет. Вот в этом и заключается чудо бракосочетания. Вот в этом и заключается чудо бракосочетания, что мы даже с вами не предполагаем, что будет в результате этого бракосочетания и этого прилепления или реакции соединения. И обратите внимание, это несъедобно. И это несъедобно. Два несъедобных газа дают нам продукт, без которого не может существовать мир. Посмотрите, металл соединяется с газом и дает нам соль, без которой мир существовать не может. Мы утолим жажду этого мира не по отдельности. Мы утолим жажду этого мира, когда мы прилепимся. Семья ради целей. Если Иисус говорит, вы соль земли отдельно, вместе, семья ради целей, вот максимум брака. Не просто деньги зарабатывать, любить, сексом заниматься, детей рожать. Господь хочет творить все новое. Он хочет сотворить из двух одно. Единое плоть. И я точно знаю, что я сегодня другой. Я точно знаю, что мои характеристики поменялись. Я точно знаю, что мы вросли друг в друга с моей супругой. Мы на самом деле проросли друг в друге. И мы генерируем сейчас единый продукт. Убери один ингредиент, все, распадается вся схема. Строительство семьи происходит на нейтральной территории. На каком основании? Апостол Павел пишет, что после того, когда партнеры нашли друг друга, этим дело не заканчивается. Мы должны знать правильное место, на котором строится семья. Правильное место, это не территория отчего дома. Это не территория дома жены или мужа. Это нейтральная территория, на которой мы встречаемся. Это сначала ура, а потом начинается давление, температура, катализаторы, то есть условия, при котором Бог хочет на самом деле сделать эту реакцию соединения. Из двух создать одно новое. И точно так же, как иногда бывают разные характеры, но объединяясь, дают новый продукт, качественно отличающийся от своих ингредиентов, то точно так же и в семье, в браке два, может быть, разных человека, объединившись вместе, они могут представлять собой совершенно новое, то, что называет Писание единая плоть или новый продукт. Желаю всем натрием найти свой хлор. Желаю всем водородом найти хотя бы один атом кислорода. Спасибо, что вы были с нами. В следующей программе смотрите. Мы познакомились друг с другом, но не познакомились с характером. А теперь остается характер, вот сущность, две сущности. И мы должны быть готовы к сюрпризам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...